девчата всем привет в общем второй раз у косметолога милана милана что будешь делать мы предварительно обезболили будем прокалывать коктейль монако превосходный коктейль играет мелкие мимические мышцы подтягивает будет небольшой лифтинга ферк сужает коры наскоро глубокие плюс еще сухая кожа самая наша основная проблема такая сухость кожи тоже будем убирать приводить ногу работу сальных желез процедура немножко скажем так неприятная ты как все-таки уголкалывание будет не один-два прогулок каждый миллиметр нашей клепки особый особое место где будем прокалывать это вокруг глаз вот это вот все нам нужен лифтинг видишь сколько сколько у нас лишнего надо подтянуть на уплотнить кожу нужно поэтому наша пациентка женщин чувствует эффекта от коктейля монако хватает на восемь месяцев девчонки это прям это лучше биоревитализант потому что в нем содержится два препарата в нем есть и метафотекс в нем есть и биоревитализант то что можно колоть а тут сразу все вместе и что поехали препарат немножко подсчитывать как попадает колем поверхностно не глубоко как война и у меня у пациентки такая просьба девчонки за вот это вот все мы возьмем швейцарский препарат хуамакс сначала я приподниму яблочко за счет этого поднимется и жировой пакет затем потом уже пройдемся по носогубной складке сначала мы заполним яблочко повторяю поднимем жировой пакетик а потом уже по носогубной складке когда я подниму вот эту сумму тень тогда поднимется и брылья и нижняя тень немножко приподнимется ну что поехали носите яблочек немножко поспирать нормально смотри и 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 так ну все девчата закончилась эта процедура вся в общем первая процедура вот это что укольчики кололи я не знаю сколько их там было штучек в общем шесть кубов вот этого коктейля монако я не знаю 50 150 200 этих укольчиков было ну скажу вам так процедура конечно не сказать что прям смертельной больно но неприятно и больновато вот так что уже домой приду покажу вам лицо мне сейчас такое лицо как будто пчелы покусали и главное вот делали уколы где на подбородки на подбородке на подбородке на подбородке на подбородку ну и Девчонки, в общем, на рынке были. Ну, выходим с рынка. Взяли мы платье, наконец-то. Так что все, мы уже к выпускному готовы полностью. Ну и цены мимо проходим. Посмотрю сейчас, что почем. На днях же в Кропоткин поедем, цены сравним. Почем в Кропоткине. В Кропоткине всегда все дороже, чем здесь у нас. Многие пишут, как нам нравится ваш рынок. Мне он самой нравится. Помидор розовый, Азербайджан, 80 рублей. Огурчики 50 рублей. Помидоры Краснодар, ну, в общем, красные, 50 рублей. Картошка, гляньте, как крупная, хорошая, 40 рублей килограмм. Нормальная цена. Нормальная цена. Черешня 200-150, вот так вот стоит. Вот 40 рублей картошка молодая, гляньте, какая крупная. И 30 рублей есть, вон, поменьше. В общем, девчата, лицо не тянет, ничего не этот. Ну, ощущений каких-то болевых нету. Вот. Но посмотрела, включила камеру на телефоне. На себя навела, посмотрела, небольшие такие синячки есть. Но это больше под глазами. Уже домой вернемся. Я вам все покажу, все расскажу, что к чему, как. Вот по 90 рублей красные. Но я на рынке ничего брать не буду. По-моему, ничего. У нас, по-моему, все есть. А запах кукурузы меня сводит с ума. Иду, это... Во-первых, потому что есть хочу. Поэтому... А почем кукуруза? Вот капилля. А? Хорошо. Почем? 40. 40 рублей. Дорого еще. А, вареная 60 стоит. Ну да, сейчас я буду с кукурузой идти, да? И меня кто-то встретит. Кто с Черкеска смотрит, скажет. О, худеющая идет. Худеющая идет, кукурузу ест. Не, кукуруза дорогая еще. 35. Это что? Одна штучка. Еще рано. Подождем. Когда? Не могу сообразить, девчата. Вот что-то нам надо. Вот картошка нам нужна. Вот картошку я возьму. Я знаю, что картошки дома мало очень. А это почем картошка? 40 рублей. Это наша именно своя картошка. 40 рублей, да? Свежая. Ну дайте. Пера буквально копали. Килограмма 3, дайте. Килограмма 3, дайте. Не хотим чайку. А? Чашечку не хотим. Она ж молодая, потом портится. Нет, мы вчера вот в кураденьке... Ну чашечку тогда вот эту вот. Фюре делали вчера. Так, девчата, в общем, мы дома уже. В общем, Тимур подстригся. Ну как вот была предыстория, как он подстригся. В общем, он же никому не доверяет свою прическу, даже парикмахерам. Вот это, что он отращивал. Сколько ты отращивал? 8 месяцев эту шевелюру свою. И в общем, он боялся, что парикмахер, ему надо было чуть-чуть подровнять челку. И он боялся, что ему напортачат. И он взял в мокром виде, да, ты ее вчера подстриг. Она когда высохла, соответственно, подскочила. Я тут подстригал. Да. Потом тут оказалось. Ну и в общем, пришлось пойти подстричься. И вот мы сейчас только приехали и увидели. Здесь у нас в ауле подстригался девочка. Здесь стрижет одна. Ну вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. А ну повернись. Во, вот это вообще, Тимур. Удачно ты вчера так, конечно, подстригся. Так что... Так что по неволе, видишь, ты не хотела этого, а ну вон как получилось. Что ты, бедолага? А? Крепышка ты наша бухенвальская. Где вот тебя целый день носит? Худой-худой. У тебя все нормально? Да. Поднимай. Так, девочки, вот и я. В общем, жива пока, здорова. Все еще у меня тут в бугорках. Ну, еще такие припухлости есть после укола. Вот здесь вот синячок. На обу синячки такие мелкие. Но это все ерунда. Это все рассосется. В общем, купила я молодую картошку. Вот. По 40 рублей все добрала. И купила лука, потому что лука нету. Взяла огурцы чуть-чуть. Огурцы всегда беру меньше, чем помидоры, потому что огурцы остаются. И помидоры взяла, девчата. Помидоры по 80, огурцы 50. Ну и в общем, рассказывала вам о этой процедуре. Вот. Что хотела рассказать о процедуре, пока ехала. Хотела рассказать, и все мысли улетели. В общем, это вторая процедура, девчата моя, у косметолога. Вторая. Еще будет третья. Сейчас сразу вам расскажу по цене. Сейчас я возьму стурчик и все вам расскажу. Расскажу по цене, потому что вы спрашиваете меня. Ту процедуру первую я делала. Первая, девочки, процедура стоила 4 тысячи. Вот. Вот эта вторая процедура, коктейль Монако. Эта процедура стоила 5 тысяч. Хотя я читала отзывы. Конечно же, просто так я не пошла. Я вообще даже понятия не имела. И знать не знала вообще, что я когда-то окажусь у косметолога и буду что-то там делать со своим лицом. Вот кто сейчас меня смотрит и скажет, вот ей дура, делать нечего. Вот точно так же я раньше и думала про тех женщин, которые ходят к косметологу. Ну, вот теперь я на другой стороне баррикад. И, в общем, вторая процедура мне обошлась, девочки, 5 тысяч. Хотя я читала отзывы. Что такое вообще коктейль Монако? Как он действует на кожу лица? То есть он имеет накопительный эффект. То есть в течение двух недель, сейчас он там начнет вот это все дело работать. Конечно, уже будет там свежий вид лица, даст это блеск, потому что это все внутри увлажнили. И получается вот этот укол 6 кубиков, я не знаю сколько, наверное, проколов, ну, как минимум 100 было. Может быть, даже 150. То есть каждый, наверное, вот миллиметр, вот этими 6 кубиками, она мне вкалывала. И то она меня обезболила. Но все равно было больно, девчата. Больно, прямо у меня слезы с глаз текли. Иногда ей были такие участки, то есть вот она мне заставила так сделать губы. И вот на губах то, что были складочки вот эти, а вот в эти складочки она колола. Вот в губы это было самое больное. Аж прямо, знаете, такая боль, отдающая, наверное, в мозг. Вот, ну, терпимо, конечно, это все, но больно. Но она говорит, вообще можно, если кто-то на такую процедуру пойдет, наверное, можно выпить еще какого-то обезболивающего перед этим. Вот, но это уже все забылось, уже никакой боли я, конечно, не чувствую. Уже покраснение с лица сошло, а то прям было прям очень хорошее покраснение. Вот, вообще эти процедуры стоят намного-намного дороже. И вот, когда я читала отзывы, даже по Москве, кто-то писал, что у них вот этот коктейль Монако, девочки, стоит 27 тысяч. Если бы это стоило 27 тысяч, конечно бы я, я бы просто подумала, что мне косметолог точно не нужен. Вот, ну, 5 тысяч тоже, конечно, дороговато. Ну, а что делать, девчата? С лицом старушки я еще успею походить, когда буду старушкой, когда буду бабушкой. А сейчас как бы вот, ну, и похудела, да. Да, вот, кто-то скажет, ну, похудела и угомонись, что тебе не хватает. Ну, конечно, ей хочется теперь, чтобы и фигура, и лицо соответствовало, да. Чтобы тут не было пионеркой, а на лице пенсионеркой. Поэтому буду пока поддерживать. Пока есть желание, пока есть возможности. Может, завтра этой возможности не будет. Может, послезавтра этого желания у меня не будет. А пока есть и желание, и возможность, и все это вместе совпало. Поэтому, вот, девчата, я пошла к косметологу. И, в общем, третья будет еще процедура. Третья, но она говорит, через 10 дней можно прийти, там, ну, и может быть, через месяц. Третья процедура будет прошивать, девочки, ники. Вот сюда будут вставляться ники. О цене процедуры тоже вам скажу, сколько это будет стоить. Одна нить стоит полторы тысячи. Мне надо 4 ники. По две ники с каждой стороны. Может быть, даже мне не придется колоть вот эти носогубные складки. Вот это прям моя проблема-проблема. То есть, вот здесь вот впадины у меня были. Я вижу, девчата, я сделала фото до и после. Но я не вижу смысл и выставлять в сообщество. Потому что в сообществе сейчас фото не показывается. Ну, вот, потому что Ютуб дает сейчас какой-то сбой, то фото не показывает. Потом аватарки тоже бывают моментами, то показывает, то не показывает. И я даже в машине ехала, начала сравнивать. То у меня, знаете, вот такой вид, как побитые уставшие собаки. Вот тут вот все провалилось. И вот она мне сейчас вот заполнила вот эти вот места. Я вижу, что вот эти места заполнены. Здесь нет ничего проваленного. А еще, опять же, это не окончательный результат. Это все еще вот в течение двух недель все это будет обновляться. Лицо с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Вот. Ну и вот эти вот проблемные вот эти вот места, которые вот они прям старят-старят. Вот такой прям уставший-уставший вид. И в общем, вот буду делать, девчата, еще нити. 6 тысяч девчата. Вообще заявлено по нитям 5 лет. 5 лет, конечно же, ники, она говорит, не держатся. На 2-3 года хватит. Ну и вот подумайте сами. 6 тысяч на 2-3 года ходить подтянутой, ходить не с обвисшей щеками, да, не с обвисшей кожей. А вот все, тут вот все должно сейчас подтянуться после вот этого коктейля Монако. Потому что тут тоже все вот такое вот жамканое-жамканое. Я уже даже сейчас вижу, что тут уже подтянулось. Вот. И на 2-3 года отдать девчата 6 тысяч и ходить себе красивой, я думаю, что это нормально. Вот. Ну и опять же, это у нас такие цены. У кого-то, я даже знаю, что сейчас вот колят в носогубке, там, диамуроновую кислоту. У кого-то эти уколы 12 тысяч стоят. Вот. У нас эти уколы стоят 4-500. Вот. И у нас тоже в городе, девчата, я тоже, я точно не одна, она, кому я звонила, там, узнавала, что-то спрашивала. Конечно, меня прельстила и цена, как она вот делает, да, что недорого. Вот. Это в первую очередь мне прельстила цена. А уже потом, наверное, я начала смотреть на все остальное. Но также я, девчата, даже заходила на рынки. Представляете, на рынке у нас тоже есть кабинеты. Вот на рынок бы я точно бы не пошла. То есть все открыто, вот тут ходят люди, тут торгуют рынок, да. И тебе за вот ширмочкой, в какой-нибудь парикмахерской, там, вот такая ширмочка, и ты лежишь, тебе там это все дело колят. Вот. Тут, как бы, мне кажется, это, как бы, опасно, да. Вот. И то, там я спрашивала, там, укол, который, допустим, я делала, да, он там 8 тысяч стоит, 9 тысяч стоит. Так что, вот, как бы, вот такого косметолога я нашла, что вроде бы и по цене мне устраивает. Ну, и девочка такая вот, вы сами видите, располагает к себе. Ну, а дальше посмотрим. Конечно, увлекаться этим не буду, не буду там себе утиные губы делать, вот такие вот щеки надутые не буду. Просто, девчата, вот чуть-чуть подтянуть, ну, вот хотя бы вот выглядеть не на, ну, хотя бы вот выглядеть на свой возраст, да. Я же прекрасно понимаю, что тут висит, там висит, тут не так, то не то, что все это дело обвисло. Поэтому, вот, хоть как-то вот это все дело поддержать. И вот все, следующая, девчата, моя вот эта процедура, будут нити, мне сделают нити, как они там правильно называются, ну, в общем, какие-то нити. Вот, все вот это подтянется, носогубочки мои разгладятся, а когда носогубки раскладятся, конечно, и лицо девчата будет выглядеть моложе. Ну, вот так вот сейчас трогаю, я вся в бугорках, вот такое ощущение, как будто меня покусали пчелы, вот, бугоркиш, наверное, эти сойдут, вот, каких-то болевых ощущений нету, но бывает, то есть, здесь что-то слегка кольнет, тут что-то кольнет, но это не больно, а вот просто как будто, знаете, как что-то тянет. Ну, вот результатом, сегодняшним результатом, который вот прям сразу на лицо, я его вижу, вижу, то есть, вот, здесь две такие ямки были под глазами, вот, они заполнены, все. Хватает этой процедуры, вот, что, допустим, я сегодня делала, хватает на 8 месяцев. Ну, чтобы вот этого избежать, чтобы каждый там 8 месяцев все это дело не делать, поэтому вот будут нити, и на 2-3 года можно, девчата, будет это забыть. Вот, будет у меня желание через 2-3 года опять повторить эту же процедуру, повторю, и опять же, будет возможность сделать это, будет, значит, буду делать. Не будет, значит, так это все дело я ставлю, но я считаю, что, какой бы я там экономист ни была, как бы я там экономно, я в ней такой, все в дом, в дом, в дом, вот, на себя, ну, вот, как бы там, в последнюю очередь, да, и то, я считаю, что 6 тысяч за 2-3 года, это не так уж, девчата, и дорого. А как у вас там, сколько это стоит, я не знаю, знаю, что девчата тоже мне пишут, ой, а у нас столько-то стоит, у нас столько-то стоит, там, цены в 2-3 раза, конечно, зашкаливают. Ну, в общем, преображение будет, оно вроде похудело, да, но вот не тот, да, ну, не тот эффект вот в лице. Раньше мне мое лицо нравилось, понимаете, оно натянутое такое было, такое пышищее, но не нравилось мое тело. А сейчас вот мне нравится, как я выгляжу вот внешне, да, ну, в смысле, в одежде, мне все это прекрасно нравится, но вот теперь мне не нравится вот это бабушатское старушачье лицо. Вот оно такое, знаете, как будто измученное, замученное, вот такой вот вид у меня лица, я вот это я сама вот вижу, чувствую. Конечно, и там есть и в комментариях, но это я слушаю меньше всего, кто пишет, ой, похудела она, посмотри на свое жамканное лицо. Ну, я это сама прекрасно все вижу, все, девчата, понимаю. В один день, в один день не получится вот так, да, стать красивой. На это нужно время. И вот потихоньку, потихоньку, я думаю, добьюсь того результата, которого я, девчата, хочу. Хочу я вот так. Чуть приподнялось, конечно, но еще заломы есть. А раньше у меня не было этих заломов, понимаете, когда я толстая была. Ну, правильно, откуда им взяться такое лицо было, лицо, и все можно было это этим назвать. Вот так было бы. Вот это вот отрезать бы. Это, девчата, я не помешанная, я не зациклена там на своей внешности. Я с ума не схожу. Ну, вот сейчас мне даже нравится. Вот сегодня даже еще тут опухлости все эти есть, все они присутствуют. Но уже и то я вот довольна вот этим результатом. Вот эта вот часть меня, она вообще просто убивала. Она мне так старила. Мало того, что впадины были, еще какие-то темные, какие-то вот здесь вот круги были. А вот этот коктейль Монако, он убирает все вот эти потемнения. То есть, всю вот эту пигментацию с лица, то есть, дает такой свежий, свежий, такой розовое, пышащее лицо. Вот эти все крема, это, конечно, хорошо. Я, конечно, ими мажу, но оно работает на уровне увлажнить кожу. Все, больше там внутри оно туда не залазит. Внутри оно ничего не разглаживает, ничего не, не рассасываются там эти морщины. А вот то, что уже у кольчики, и страшно, конечно, это все делать. Вот так вот думаешь, что там вколят, какая реакция будет. Ну, мы же такие, все женщины такие, потерпят и страшно, и все равно идут. Ты не знаешь, какой препарат на тебя может подействовать, да. Не знаешь, на что у тебя есть аллергия, на что у тебя нет. Тем более, я вот косметолога, это вот только сейчас, девчата. Раньше я даже просто, даже никаких терминов не знала, что-то, я даже не интересовалась, что и кто там колет, и как это все дело происходит. Вот, ну и в общем, в общем, посмотрим на результат, посмотрим на эффект. Вместе с вами, вы со мной, я с вами. Так что, вот эта сторона прям вообще, вот просто, вот и губы опустились, видите. Так что, девочки, не жрите много, как я, чтобы потом вот это все не исправлять. Ладно, девчата, все, на этом я с вами прощаюсь, всех вас целую, люблю до луны и обратно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok